В мире происходит какая-то катастрофа. 12 человек, которые тут стоят, хотят попасть в бункер, но мест в бункере ограничены. Попадет только половина. Значит, у каждого персонажа будут свои характеристики. Значит, мы находимся возле бункера, на земле происходит какой-то катаклизм. У каждого из вас есть какие-то характеристики. Проблема в том, что попадут в бункер не все, а только половина игроков. На каждом раунде мы раскрываем какие-то карточки. У вас, вот вы могли почитать, это есть профессия, биология, здоровье, хобби, багаж, хобби, факт. Да, вот 8 карточек. Действие карточка, если вы говорите стоп-слово, я использую. Значит, есть карточки действий, которые как действие реально выглядят. Например, поменяетесь, что-то типа такого. А есть некоторые карточки, которые как ограничение действуют. Например, друг слева от вас, враг слева от вас. Вот такие карточки действия вы держите до конца игры, то есть до момента, пока не соберется бункер, или до момента вашего кика. Кик происходит каким образом? В каждом раунде, после того, как мы раскрыли определенные характеристики, происходит голосование. По правилам какие-то еще вопросы? Все, мы можем начинать. Значит, я открываю карточку. Какая у нас катастрофа происходит? Значит, у нас катастрофа называется метеорит. О, было такое холмин. Мы его пережили. Я могу переводить. Поменяй, поменяй, поменяй. Потому что метеорит, он закончился очень плачевно. Хорошо. Он просто плачевно закончился тогда. Давайте ядерная катастрофа. Ядерная катастрофа. Ты еще хуй. Ой, ядерная катастрофа. Вот это ядерная бомба. Клаус, давайте сброшу нас здесь. Просто дайте мне жарить ядерки. Мне кажется, сейчас сюда зайдет весь класс бублика. Сейчас, да, у нас сюда зайдет одна большая бомба. Весь класс бублика сейчас сюда зайдет. Так, смотрите, я читаю карточку. Не, у них субботник, они не смогут. Начнется ядерная война. Радиоактивная пыль окутает всю планету, закрыв солнечный свет. И на Земле наступит долгая ядерная зима. После выхода из бомбера сложности с почвой и водой. Необходима дополнительная химическая обработка. Остаток населения Земли 5%. Значит, смотрите. Если что, вот ваши карты для карточек, это вот эта вот возле вас бочка, а центральная бочка это с общей информацией и голосованием. Ну, вы оттуда ничего пока не берите, просто если кто-то хочет почитать там, что-то посмотреть. Это, Патрик, а что мы обязательно открываем на первом раунде? Сейчас, секунду, я еще карточки бункера, мы берем. Первая обязательно профессию свою. На каждом раунде я еще буду открывать карту бункера. Это что мы знаем про бункер. Вот, например, первая карточка Мерзость выпала. Значит, похоже, что в бункере обитают полчища крыс или каких-то грызунов. В критической ситуации или мы для них еда, или они для нас. Это про бундика говорят вообще. Блин, если будут скопибары, я не буду их есть. Значит, смотрите. Теперь начинается сама игра. Мы начинаем первый раунд. Значит, нас, во-первых, тут... Ну, мы будем считать, что... Сейчас скажем. Десять человек. Вот. То есть... Извините. Да. Вот у нас тут вышел человек. Не будем ждать? Ну, мы ждем. Для него еще ход дойдет. А. Ну, пока там первые начнут. Значит, смотрите. Вот в этой книжечке... Не листайте только сейчас. Вот там вот написано, как проходят голосования. То есть у нас будет пять раундов всего. Значит, у нас десять человек. У нас на первом раунде мы никого не кикаем. Второй, третий, четвертый по одному человеку. И на последнем двух мы кикаем. Вот. Значит, смотрите. Мы начинаем с игрока номер один. Значит, вы должны открыть сейчас... Сейчас еще ничего не делайте. Просто объясню. Вы должны положить карточку, где она заканчивается, на цифру ноль. Это карточка профессии. Вот. И еще одну любую на выбор. На выбор. То есть это обязательно... Ну, желательно какую... Какую-то более полезную. Вот. Значит, я это... Вот в эту книжечку записываю для того, чтобы в конце мы могли всех сравнить. Вот, пожалуйста. Номер один. Кладите карточку с профессией. Напомню, там цифра ноль в конце должна быть. И любую. Другую на выбор. Кроме действия. Везло мне совсем. Карточка действия. Да, пожалуйста. Еще... Стойте. Озвучивайте, что вы говорите. У каждого есть там какое-то время. А, ну, типа я военный летчик. Так, так, так. Стоп, стоп, стоп. Пожалуйста, тишина. Говорит только тот человек, который сейчас... Чья минута сейчас? Пожалуйста, номер один. Давайте. Так, смотрите. Я военный летчик. Я очень крутой. И я умею летать. А также я проходил курсы психолога. Типа я крутой. Все. Псих больной. Что-то мне не нравится. Он военный летчик, и у нас ядерная война. А он японский военный летчик. Можно поинтересоваться? Сайфера, дура. Надеюсь, нет. Так. Я геолог. Сейчас, секунду. Я изучал боевые искусства. Тихая. Тихая. Давайте. Номер два. Геолог. Я геолог. Я геолог. Крутой, да. Изучал боевые искусства. 60 лет. Все, скипаем. 60 лет у него. И бокс, бокс. Напоминаю, бумажечки вы кладете в бочку вот возле себя. Только когда ваш ход будет. Я крутой. Ну, вот вы с соседом делите один верхний ряд, другой нижний. Значит, я напоминаю, вы можете какие-то говорить, что ваша роль полезная, ваша профессия полезная, потому что то-то, то-то. Такое ему 60 лет. Я полезный, потому что я бокс изучал. Все, хорошо. Номер полезный, потому что я старик, я скоро сдохну. А я полезный, потому что я полезный, потому что я существую. Номер три. Давайте мы послушаем номер три. Что он нам сейчас скажет? Давай. Номер четыре. Ой, знакомые. О, опять мастер спорта. Все нас все работают. Опять мастер спорта. Ну там 58 лет. Так, номер четыре, пожалуйста, ваша минута. Так вот, что-то, блядь, все тут представлюсь, я буду отыгрывать. Короче, у нас же получается, типа, ядерная зима, да, и до этого я работала, там, крысы. Ну, типа, знаете, то, что косметология связана с крысами, то, что на животных проверяют. Ну, это в теке, наверное. Конечно, конечно. Я тоже в этой сфере работала. И так получилось, что в нашу некрасивую ядерную, ядерную, я тебя убью. Зиму я, этот, химик, короче, я смогу очень нахимичить что-нибудь полезное. Это ж химическое. Ну, вы поняли, короче. Я знаю кто-то своего рода. Она что-то была ядерной. А еще, а еще, если вы женщина, ну, или мужчина, я смогу с вами джага-джага, потому что я 30-ти би, ну, типа, б. 30-ти би, я 30-ти бичная девушка. Я 30-ти бичная. Класса, здрасте. До 32-х не хватило, но 30 нормально бить. 64-ти бич. Все, спасибо большое. Короче, у меня следующая гика, я раскусил ее. Давайте, номер 5. Доля воровская? Да. А также, так как у нас есть крысы, у меня есть спрей от насекомых, зайдет против крыс. Так это же, милые, не надо. И что, и что, нормально. Неси крутые, не надо на них. Тебя брызнут, ты же тоже умрешь. Я отсяду от Снайта, а то он все у меня сворует. Подождите, еще раз. Профессия ваша какая? Вор, вор, вор. Ага, спасибо большое. Вы все? Мы можем следующим передавать? Номер 6. Сейчас, секунду, Гирдевар что-то хочет. Ну, да, в любой момент, когда хочешь, используй. Здесь профессию. Сейчас ты Снайта просто упадешь, ты сейчас так заржешь, что я тебе говорю. Не, реально, там такое говно будет, я уверен. Все, пожалуйста. Интересно, что ему выпадет. Ну. Кому доставлю, я слушаю, да. Сейчас, секунду, мы ждем Гирдевара, он открыл свою профессию. А, и он сейчас поменял ее. Гирдевар, какая у вас новая? Стоматолог. А, ну нормально. Стоматолог. Блин, я тебя боюсь. Нет, кстати, стоматолог, у него же есть медицинские эти, как они... Лучше, чем маркетолог. Страшный. Ну да. Так, номер 6, пожалуйста, говори. Так, ну судя по столу, е-мое, у нас есть военный летчик и химик. Мы уже знаем, кого кикать надо, кто вообще. Ну реально, мы знаем, кого кикать. Вот, поэтому, поэтому я разрекламирую всю эту ситуацию, потому что кто я? Правильно, я блогер. Самый полезный, самый полезный в этом обществе. Вот, и еще я умею варить пиво для вас, поэтому мы набухаемся. Блин, я умею кое-что получше, чем. А, подождите, это факт или это... А я... Это хобби, это хобби, это хобби. Я умею кое-что получше, это вот прям... Вот, поэтому я напою летчика, и он не сможет скинуть атомную бомбу. Я вот таким напою самым разным. Так, ты не офигеешь. Так, пожалуйста, номер 7. Ваша минута. Что, кто вы? На мафию похоже. Так, я помогу шестому игроку, потому что я видеоинженер, а по первому призыванию биолог. Спасибо большое. Шестой игрок, это кто еще? Шестой игрок. Блогер, он самый бесполезный в этом обществе. Слышишь, бесполезный, я такую рекламу сделаю. Ой-ой-ой. Чего, я же наднимаю? Кому ты сделаешь? Я буду... Я буду собирать... Я буду собирать... БДС, что? Нам будут бабки давать. Вы все, все. Кому кто? Ну, если ты как Влада А4, мы тебя... Я Влада А4. Кто нам дал? Алё-алё-алё. Все, тишина. Значит, продолжаем. Блогер, ты была. Спасибо. Спасибо. Номер 8... А, нет, номер 7. Номер 8 не появился. Номер 9. Там происходит... Вискин. Драка за место. Вискин. 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 Дизайнер и женщина, 30 лет, В. Спасибо. О, нормально, мы с ней сочтемся. Так, номер 10. Я тоже. Так, здравствуйте. Здравствуйте. Я автомеханик. Я-то я сказала. Я обучилю ваш самолет, если он разобьется. И так же у меня есть экстрасенсорные способности. Я что, парамальщина? Парамальщина? Смотри, после того, как я его напою пивом, там уже жить нечего будет. А я тебя таким напою? Так, значит, смотрите, всё. Я использую карту действия. Кто? Это что? Пересдать всем игрокам здоровья. Сука! Не, не, нормально, нормально. Хорош, хорош, да. Так, смотри, ещё раз. По очереди, по очереди. По очереди. Помидорка, помидорка. Вы просто своё здоровье выкидываете. Сначала сложите своё здоровье, потом уже. Сначала сложите. А, это что за хуйня? Патрик. Да. А, точку какую-то, которая наверху? Да-да-да, надо здоровья надписи. Значит, никто же вроде бы... Что брать надо? Что брать надо? Здоровье? Да-да-да. А старую положи туда. А какой именно мне здоровье? А мне моё же выклопает. Да. Куда? Да. Зачем мне? А, да вообще похуй. Спасибо, кто поменял. Спасибо большое. Да. А что это такое? Мне выпало, моя зная штука. Там их нет. Можно тебе хотя бы дадут идеально здоровье? Можно показать? Я тебе... Да-да-да. Давай. Здоровье. Фу-у-у-у. А что из этого здоровья? Нет, нет, нет. Отойдите. Здоровье под цифрой 2. Кто это сделал? Кто перебрал мне здоровье? Смотри, есть фобия, а есть здоровье. Ну, вы, конечно, и твари. Мне бы лучше здоровье, блядь. Блядь. Что из этого здоровья? Что выпало? Что выпало? Сейчас. Текунду, пожалуйста. Тишину. Мне? Значит, смотрите. Есть отдельное поле, называется фобия. Есть отдельная характеристика, фобия. Я отвечу на ваш вопрос. Все. Значит, смотрите. Сейчас я еще отвечу. Да-да-да-да-да. Можно только карту не выдавать? Да, я сейчас вам в личных сообщениях. Полный бред, короче, мне дали. Ничего у тебя какое здоровье? Да, я в гугле посмотрел, это вообще не критическая ситуация. Значит, все, все поменяли здоровье на новую, да? Все. Да? Мне очень повезло со здоровьем. Алло. Все молодцы. Ну все, все, да. А, все. У тебя мое здоровье, наверное. Да. Так вы поменяли на новое? Да. А, все, спасибо. Значит, смотрите. У нас первый круг без голосования, то есть мы тут никого не кикаем. То есть мы так познакомились, каждый раскрыл про себя информацию. Я, если что, все это написал в книжечке. Вот, то есть на каждой странице есть про каждого человека характеристика. На голосовании, перед голосованием я буду зачитывать это все, чтобы мы еще раз вспомнили, кто у нас есть. Вот. Какого-то уже нет. Так, все, мы выгнали уже, судя говоря. Ура, погуля. Значит, смотрите. Я думаю, мы можем начинать уже второй раунд. Да, конечно, вот второго нет. Слышишь, а ты постепенно, да, будешь бункер открывать? Да, да, да. Непорядно, сколько мы там сидеть, будем сколько у нас там еды в бункере. Да, 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 да. Вот сейчас вторая карточка. Ну, а чтоб был интрига до конца, тут сейчас сразу же вся информация, а там вдруг мы кого-то выгнали, а тут как раз она понадобится, чтобы такое было. Значит, карточка называется радио. И звучит она следующим образом. По внутреннему радио классическую музыку сменяет шум. Можно потренировать стрессоустойчивость. Вот такая вот карточка нам попала. Значит, мы начинаем следующий круг. В этот раз одну характеристику вы открываете. И все. Ну и комментарии дадите, какие хотите. Вот, начинаем с номера один. Давайте. Так, смотрите. Начался шум, а я психолог. Короче, я очень крутой, я вам помогу. А также я открываю касочку. Подождите, стоп, какой психолог? У меня первая. Я психолог, я приходил кусты психолога. Все, 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 извините, да, да, да. А также я занимаюсь именно моим хобби, это гемеопатит. 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 Я могу вас вылечить, не просто вылечить, а еще организм сделать лучше. Я там читал у меня от JataGPT. Он написал мне, что гемеопатит, это альтернативный метод лечения, который стимулирует самоизвлечение. Короче, я вас сделаю дэдпулами. Я очень крутой. Все, мы кидаем этого профессора. Да, спасибо большое. Слишком много каких-то сложных слов он сказал. Зато я крутой. Желательно вначале хорошую. Ты не видишь, я блогер. Вот, желательно вначале хорошую, чтобы вас не кикнули раньше. Значит, номер два у нас без света, номер три. Пожалуйста, вы открываете карточку. Так, это фобия, я так подозреваю, да. Спасибо большое. Номер три. Номер четыре. Давайте. Тяните, пожалуйста. У нас, типа, наше время или будущее? Этого неизвестно. Какого вы хотите. А, ну, короче, тогда сайтинг будет для меня. Почему я сама себя слышу? Какого колонки? Нормально. Ну, так вот. Ну, короче, я же была химиком, и так получилось, что, ну, после тяжелой смены я пошла в клуб. Там чики-брики, короче, с дамой одной. И так получилось, что у нее был ВИЧ. Но так как я химик, не, слушайте, но так как я химик, получилось так, что ВИЧ у меня вылечился благодаря тому-то там. Вот. И у меня другая побочка получилась. У меня гемиафилия, это когда плохо свертывается кровь. Но это хуйня ебаная, потому что все нормально? Давайте. Нет, нет. Борез, все, у тебя вся кровь вытекла, и все. Да, 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 это очень, это очень... Так, не, она плохо просто свертывается, и все. Ну вот именно, тебя просто нос разобьют, и все. Так, а мне, не бейте меня в нос тогда? А, посмотрим потом по вечению в бункере. О, ну в бункере-то ладно. Держите. Это, по сути, ты сейчас срабку получила, все сдохло. Так. Да, я не сдохла от этого. Номер 4, спасибо большое. Эээ, номер 5. Давайте. Нет фобий. Давайте, у кого карта действия, забрать фобию, давайте. Я вас ждал. Патрик, я использую карту действия. Да нет, какой, какой? Нет, не смей. Стоп. А ну. Ну. Карта действия, поменяться фобией с любым игроком. Да ты, хрен, шляп. А вы не открыли фобию сегодня? У него нет фобии, у него не открыто. Давай, гуляй. Так, подожди, он сейчас откроет потом. А, нет, не, не, ход сейчас с этого чувака. Ну да, 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 я имею ввиду после Bloodbird он проходит. Давайте. Ну это, конечно, у меня сильная карта действия, но она немного по-другому должна была быть. Так, номер 6. Короче, открываю свои дополнительные силия. Подождите, подойдите, что-то. Мы ждем. Я открыл, я знаю, 5 языков. То есть я смогу переговариваться с другими. Что сказать, каких? Каких языков ты знаешь? Все. Все основные, которые нужны нам. На 400 миллионов, возможно, 5 языков и осталось. Ну вот. Как раз все не смогут позавить и договариваться. Да. Сейчас, блин, открыться надо сейчас, секунду. Да мы вас в конце можем послушать. Блин, но у меня очень сильная карта действия, но чуть-чуть надо было другую мне. Давайте, забирайте мою полю. Так, подождите, сейчас. Все, шестой мы послушали, да? Номер 7. Пока вас не кикнут, она длится. Или пока мы не попадем в бункер. Номер 7. Боязнь воды у номера 7. О, кринж. О, смотрите. Прикинь, сейчас затопят просто бункер и чупанутся на это нам. Класс электросталь. Патрик. Ммм, сейчас, секунду, я вот запишу. Все, вы поменялись? Все, вы поменялись. Больберт. Что? Все, спасибо. Номер... Что видеть? Номер 7. Номер 8 по-прежнему отсутствует. Что это? Номер 9. Давайте, вы. Напомню, сначала желательно полезный. Я сбросил, что я записал. Ты серьезно? Что там? Что он там открыл? Вода. В багаже? У него в багаже вода. А зачем ты мне, мою полочку положил? Эээ, так. У меня снизу... Боязнь рептилий... Санейда, ты теперь с ним вообще не должен спорить, а то он... Боязнь рептилий, это не мое. Обстроит бутылку воды на тебя, вылет. А что вы две... Не-не-не, одну карточку мы открываем, напомню. Мы одну карточку открываем. Я уже сейчас тогда откроюсь. Сейчас, мы номер 9. У меня такое чувство, что у меня нет карточки багажа, подождите. А, нет, я открывал. Номер 9. Все, вы открыли карточку. Спасибо. Все нормально. Номер 10. Давайте вы карточку. Итак, я говорю, что я... Идеально здоров. Я гигачат. Брат. Повезло тебе. Да, я выполнил любую сложную работу. Все, спасибо. Теперь мы возвращаемся к номер 2. Ахимчи, ты менял себе болезнь или как это? А, да-да-да. Кого? Я себе менял? Здоровье. Когда карточка здесь. А, да-да-да-да. А, кого менял болезнь? Здоровье, да. Так, номер 2. Болезнь? Вы открываете свою карточку. Я могу сделать алкоголь из чего угодно. Это ваше кто? Я не знаю, факт номерный. Это дополнительные седения, скорее всего. Нет, у вас изучение боевых... А. Это дополнительные седения. А, ну это хобби тогда. Сейчас, секунду. Хобби? А как у него хобби? По хобби у него, что ли? Нет, восьмое. Это... Восьмое. Это факт. А, да-да-да. А я его написал факт. Ну, нормально. Слушай, у нас есть пиво варенье и сделать алкоголь из чего угодно. Ну, все, набухаемся. Нормально. Ну, все, что... Викки сказал, мой счет. Все за ваш. Так. Все, мы... Мы все открыли карточки. По три. Значит, смотрите. Теперь в этом раунде у нас происходит голосование. Я сейчас расскажу, как оно происходит. Потом мы быстренько голосуем, чтобы не забыть, про кого мы говорили. Значит, смотрите, как оно происходит. Сейчас я зачитаю про каждого персонажа. Его характеристики. После этого, значит, вот тут вот, в центральной бочке, вот зайдите в центральную бочку. Какое радио? Что за радио? Ну, это бункера, карты информации. Это общее. То, что мы знаем про бункера. А, ну, значит, я их знал. Значит, смотрите. Вот первый игрок ваш, верхний, левый слот. Второй, верхний, по соседству. Ну, короче, вы поняли, как разбирать бумажки. Это ваша бумажка для голосования. Я надеюсь, все поняли. В центральной бочке. Номер два, четыре, восемь, еще не взяли. И девять. Я не взял, в смысле? Не, восемь еще не взял. Восьмого нет. Восьмого нет. Восьмого нет. А девятый? Девятый. А девятый взял десятого. Девятый что-то тут не бом-бом. Так, вот восьмого нет. А кто-то еще не взял бумажку. А вот, ребят, вот, вот, вот тут бумажку возьмите. Одну. Девятую. Ну, что вы книжку взяли? Вы книжку взяли. Я прочитаюсь. А, прочитать, да. Только что возвращайте в тот же слот. Кто там что лазит? Так, бумажку номер девять. Везем для голосования. Ну, допустим, вот тут. Да не ставьте выводу. Так, еще раз напоминаю. Вот эта бумажка. Эта бумажка для голосования. Я заберу все остальные для того, чтобы они вас не раздражали. Значит, смотрите. Вот теперь. Во время голосования каждому будет дана... Сейчас настреляются. Каждому будет дана... Хватит, хватит. 30 секунд на то, чтобы он проголосовал. Он... Он... Ну, голосом говорит, против кого он голосует. А в бочку он кладет на тот слот, против кого он хочет проголосовать, эту бумажку. Кем образом происходит голосование. Значит, ну вот, например, если первый игрок хочет проголосовать против пятого, он на пятый слот, условно, кладет бумажку. Все. Напомню, если вы будете сидеть на стульчиках, эту книжку вы сможете почитать. Это я Гердевар. Вопрос. Да. Ну вот, в этой бочке, да, то есть, ложить? Ну, когда будет ваша минута. Значит, смотрите. По голосованию. Все понятно? Значит, книжку, пожалуйста, не листайте. Вы ее откройте, чтобы было видно визуально. Я ее буду читать. Белая моя берет, я не могу даже перечитать. Значит, смотрите. Все, мы начинаем голосование. Первый игрок у нас это военный летчик. Занимается гомеопатией, проходил курсы психолога. Второй это геолог, который изучает боевые искусства и умеет делать алкоголь из чего угодно. Третий игрок у нас стоматолог, который боится остаться один и вообще он мастер по боксу. Четвертый игрок у нас химик, женщина 30Б. Занимается гемофилией. А, не занимается, это болезнь. Окей. С таким боем. Занимается. Чем еще у нас болезнение? Сексом. Пятый игрок у нас вор, который с собой взял спрей от насекомых и боится воды. Значит, шестой игрок у нас вор, варит пиво и знает пять языков. Значит, седьмой игрок у нас видеоинженер. У него нет фобий, а по первому образованию он биолог. Девятый игрок у нас дизайнер, женщина 30Б. И с собой у него есть вода. Десятый игрок у нас автомеханик. Идеально здоров. И он экстрасенс. Значит, номер один, остававшись в наше время. Кажется, уже для себя решил, против кого он голосует. Вы кладете в бочку на тот слот, против кого он голосует. Бумажку. И это. И все. Куда выложить? Ну вот, против кого он озвучивает. Против кого вы ходите. Ну, во-первых, я хочу озвучить именно про себя. Я очень крутой чел. Я вам буду помогать. Я очень крутой ученый. Также у меня инвентарь очень крутой. Я постоянно не успеваю его открыть. А кикнуть я хочу третьего. Вот в третий слот вы кладете эту бумажку. От этого нет смысла. И типа, он боится SS1. Вот, значит, на вылазки нельзя отправлять. И вообще он... Вообще нет. В центральную бочку. Центральная бочка. Верхний ряд. В третий слот. Ой. Напоминаю, вы не обязательно должны прыгать. Да, спасибо. Вы можете сидеть на своих местах, и вы будете дотягиваться до всех почек. До своей бочки, до книжки, до нижней бочки центральной. Все, спасибо большое. Номер два. Я хочу проголосовать за... Как вы там номер повезете? Шестой номер. Потому что он нужен. Жиль, да, 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 что? Афигенно. Афигенно. Афигенно особо бесполезное. Может... Ты себя видел. Только знает пять языков. Может, чуть-чуть полезное. Афигенно. Афигенно. Ты себя видел. Это не шестой, это десятый. Да, хи-хи-хи. А, в десятого, в десятого кидает. Надо там все, в десятого. Все четко, все четко. Да кто положил? Верните одну бумажку. Умчику, а кто это положил? Я положил. Чай-то бумажка. Кто в десятого проголосовал? Алло, первая восьмерка. Я в шестого проголосовал. Первая восьмерка сверху. Вторая восьмерка снизу. Это первый. Это девятый. Это шестнадцатый. Это шестой. Спасибо. Все. Да верните, кто в шестнадцатом. Так, не перекладывайте. Я за шестого проголосовал. Да вот шестой. Этого. Я не знаю, где вы доставляете. Да вы видите, я мочал даже в шестого проголосовать не может. Зачем? Кто-то не вставляет. Доставляет кто-то. Так, я сейчас буду тогда записывать, а потом сюда. А почему третий голос уже без запы? Просто в меня сразу. Да это ни в кого голос. Уберите эту бумажку. Кто ее кладет? Все. Что? Номер три. Давайте, вы. Оттуда. Хорош, хорош. Друг от тебя верил. Я в тебя везю. Он за коммун? 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 Так, номер четыре. Давайте. Что я так посмотрела? Реально... Ну, блин, Гердвард. Спасибо за дерево, но... Понимаешь. Как-то... Я, если что вернуть могу. Ну, реально, нафер, у нас томатолог. Так, номер... А зачем нам дизайнер? блогер но блин блогер это еще не все это мне конец значит у меня там другие карты женщина вдруг он детстве я женщин во второго вдруг а вдруг он тропик так номер 7 я я в кумку весе давай в кумку какой номер всем давай в 2 я имею ввиду сейчас номер 7 номер семь давай в 2 номер семь против третий гардивар нормальный чел я слишком адекват номер восемь нет номера номер девять друг не совершаешь 2 2 2 2 2 2 бумажку чтобы не забудьте положить тройку в тройку двойку всем военным летчиком за 50 номер 10 военный летчик номер один зачем нам ютубер на 5 человек 400 миллионов на земле осталось так даже мистера беста переиграл и мы кто-то еще не проголосовал кто-то он против номера 6 еще один да задрались блогер сразу все говно значит я пивоварение у нас есть человек который создаёт из чего угодно вино вот именно зачем нам иисус зачем нам подожди ладно что там хумчик он 2 до боевые искусства изучала еще у меня окей окей вот у него есть да типа окей а биология здоровьем может он вообще призме такой спортсмены тоже умирают вы не можете раскрывать потом будет напоминаю у нас большинство голосов за третьем это четыре голоса третий так гердевар будет какая-то заключительная речь и хумку есть хумку хумку нить чья наверно скорую зону действия я тоже знаю сейчас гердевар если нет финальных слов пожалуйста проходите на балкончик да спасибо большое за игру поехал значит у нас второй раунд закончился мы проголосовали против но чека забирайте свои голоса обратно для следующего голосования значит смотрите а ты че меня бьешь они в тебя голосовал мы начинаем третий круг значит у нас тонический сбег в результате тектонических сдвигов в бункер слегка наклонен на 45 градусов я запишу видеоролик на ю тубе скажу добрые люди помоги отправить бункер они придут нам поправить кто тебя услышит давай там так смотрите за youtube канал так еще раз номер один пожалуйста давайте мы начинаем круг одну характеристику открывайте я записываю я актива ну я их брить и так не назвать карточка действия так не это как называется на карточку это багаж а да багаж у меня багаж и у меня багаж очень крутой у меня противогаз типа я смогу я сразу готовил слежу летчик там да я сбросил приготовился и готов я должен к вам происходить присоединиться я готовился заранее а значит у меня крутые характеристики понятно ученые они тоже там заранее подготавливаются потом сбрасывают там что-то и мы сидим перед бункером вот еще химики помогают номер два да да пожалуйста тишина очень молодой натурал мне 19 лет кто хочет школьник давай гуляй кто хочет да я геолог ты будешь кучу шо как шо мне интересно сколько тебе лет если там тебе под 80 я представляю твой контент не где максимум 60 и боевые 60 недалеко ну 20 лет это много 20 разница ну 60 и 80 20 лет разница так смотрите номер номер два у нас рассказал номер четыре пожалуйста ну все полезное у меня открыто я могу еще у меня есть жига но я не я говорю он челс что-то сбросил химик что-то поджигать будет понятно да конечно химик сделает самодельную бомбу короче кстати да ему 19 лет он из чего угодно ничего не сможет у него опыта нету вот вообще сейчас в нашей ситуации у ты знаешь что геолог должен вылить так номер пять начаться у нас кризис в нашей стране в нашем мире и воды всего нет поэтому я рос в семье фермеров я с этой фермы могу я знаю где она находится могу унести пропитание оставшиеся кто тебя знает и геолог ничего не знаю я сейчас говорю сиди молча да геологи мы песочки копаются песочки ищет я заберу оттуда все что там осталось и у нас будет что покушать так тишина тишина позже номер 5 строение земли интересно как он выйдет когда верная война на улице алёк пожалуйста комментарии свои оставьте на свою минуту во время голоса надо полчаса давать когда это будет какая-то каша они номер шесть пожалуйста ваша характеристика можно можно в принципе вот военного летчика впустить на разведку с рации вот он будет гореть что там как номер 7 полезный за бункером что он выращивая раз выращивает а я с ним закрепались а а со мной ты не хочешь до карифа них я заберу растение он у меня карточка офигенная так и и используя так да ладно номер вот когда будут там один момент значит смотрите номер 9 он сказал он отойдет он мир скинул карточку который он хочет открыть в общем у него карточка хобби называется рыбалка но я не знаю надо мне какие-то комментарии давать ну можно типа он вылет воду в бункере и пусть рыбачить номер десять давайте пожалуйста значит пока происходит апокалипсис я буду играть на гармошке потому что у вас кармой гармошка я понял что ты хотел значит смотрите все положили свои карточки теперь я буду сейчас зачитывать характеристики про каждого каждый для себя поймет как против кого кого он будет голосовать чтобы побыстрее голосование значит напомним бумажки кто не взял бумажки из центральной бочки у кого нету голоса да я тут и тут берите бумажку началась хорошо значит смотрите все вы там пока берите я буду зачитывать гердевар закрыл мне книжку но на хайп и вам сразу в двойку голосуем так так я и все все взяли бумажки нет кто-то еще два чек нельзя еще не взял гердевар забыл выбыл потому что еще кто-то не взял так значит все зачитываю значит первый друг военный летчик гомеопатия с собой взял противоказ и проходил курсы психолога второй игрок геолог мужчина 19 м изучал боевые искусства и умеет делать алкоголь из чего угодно четвертый номер это химик женщина 30 б у нее есть зажигалка и у нее болезнь гемофилии на читатый игрок у нас вор со спреем от насекомых боится воды рост семье фермеров значит шестой номер это блогер который в любит варить пиво собой у него есть пара раций и знает 5 5 языков седьмой номер видео инженер увлекается выращиванием растений у него нет фобии по первому образованию биолог и девятый дизайнер женщин 30 б рыбалка обе собой в багаже вода номер 10 автомеханик и чё идеально здоров любит играть на гармошке алё кто будет лазить что-то делать по стрелять я буду кикать сразу так все я за ровник им все начинаем первый игрок голосуем как я хочу проголосовать против 5 так то у него очень фиговые какого способности и познать языков нахуй там фэрбола нет извиняюсь нет шестой меня польше и познаете знает 5 языков смысл этого хочет кикнуться ломки кайти вольно все вон весь 9 все 9 кикается позову кикам и все вот вы на меня гоните у нас вор он может в бункер зайти вас убить все своровать и пойти твой бункер мы же не знаем и только сюда подошли все к бункеру на свои личные из бункера какую на руку патрик я бункер украду перетащил да не бункер ты украдешь в экспедицию и сворует у кого ничё нибудь да конечно но перед этим он тебя убьет и сворует всю еду да чем угодно в бункер это девятый все он следующий раз мне вот это нравится алёк мы у нас продолжается голосование с активной дискуссией кто еще три человека который не проголосована сейчас голосование еще происходит я напомню внизу находится 9 10 ой боже кто два человека еще не проголосовал кто голосование если там уже чел просто сам просто чтобы все проголосовали один голос кто-то еще не положил я положил но это просто приколы начала хочет кикнуть и запросы из-за блогера но это такое спасибо у чела не открыто здоровье и полю мы вообще не знаем кто а чё вы на меня тогда гоните у всех здоровья не открыт мужчина девятнадцать лет так ты вообще мальчик ёма что ты можешь сделать ядерной войне девятнадцать лет дать сперму да нафиг я тоже могу дать он мальчик он сдохнет у нас чел у нас чел у нас сидит а сарапину получит сдохнет у нас чел у нас чел у нас сидит вообще даже с тобой и что и что я другие эти ну открывай тогда другие не открывай другие бункеры бункеры другие я буду украсть не открывай только вы меня одного замечаете ну а что ты самый говняный из говна нет по сути царапину получает мы все своего рода говно по сути ты по царапину получила сдохла ахуяна блогер блядь в бункере ну нет ты друг друга смотри он будет как СМИ он будет как СМИ зачем ты сматываешься от профессии только одной открытой биологии и здоровья только у кумчика и у меня и вот у дизайнера у меня по сути открытые побольше характеристики вы могли можете еще на них смотреть нет а не только от блогера а еще от знания языков смысл смысл окей допустим к тебе сейчас приходят бандиты допустим китайцы как ты с ними договоришься а вдруг они добрые допустим бандиты добрые да да просто я говорю напросто я говорю люди приходят люди приходят люди приходят как ты с ними договоришься а вдруг они тебя хотят от воды дать да потому что я себя дефаю а вы мне рот затыкаете это нормальная вообще тема можно чуть-чуть почише пожалуйста алло ура мне слово дали так не я дефаюсь а меня тут ватыкают это вообще неинтересно мне даже дефаться что ли нельзя да так ну смотрите во первых да очень активное обсуждение это значит что есть выбор между кем голосовать значит смотрите на данном голосовании у нас по собственной наверное больше желаний девятый игрок выгонять открывайте пожалуйста ваши характеристики какие у вас еще были чтобы мы понимали кого мы кикаем алкоголизм неожидан враг слева от тебя боится смысли смотрите вот карточка действий враг слева от тебя бил это значит что он и человек слева от него они не могут быть в бункере они вместе не могут были в бункере ну то есть так как висек покидать бункер то мертвые звезды могут ура победа значит смотрите все большое спасибо за игру Висек вы на балкончик отправляйте пожалуйста значит у нас начинается четвертый раунд и открываю новую карточку бункера кто на балкон либо машина если у тебя дела не если хоть если дела прям да поможете прям вообще ну типа все как раз группа ливни я тут рассердили сейчас буду до конца топить так смотрите на следующая карточка бункера это химическая лаборатория у нас есть химическая лаборатория с реактивами устроить ферму ну хайповую биткойнов травы травы значит дверной я использую карту действия при каждом слове игрока номер два я буду его пить но пока нет кашечки к сожалению есть я тоже открываю карту действия при вообще малейшем движении игрока 2 он просто исключается с бункера так а также за ним идет первый я увидели угрозы были ядерная бомба видели да да я в самом расписи сил пишешь слэш груз и ливая я могу пока так алё 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 всё у нас начинается следующий раунд пожалуйста четвертый раунд первый ракет открывать и так я открываю свое именно действие здесь это что ли у меня есть вино вот я хочу на сразу давить против 6 потому что против него надо видеть два смысл от пива и по алё 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 это карточка действий напомню ну это не считается это вы не характере нужно это вы просто карточку действий используйте еще одну надо это карточка я еще женщина 40 лет а ну все еще я женщина я занимаюсь гумецопатия типа сейчас мы начали лабораторию лабораторию там я могу сделать что угодно и вас вылечить хорошо я психолог у меня есть противогаз рядом с вами виной типа вино можно переделать воду сидят фермеры ты понимаешь они могут вырастить и все есть он может своровать другого бункера воду номер один всем вы все что хотели я все спасибо большое я активирую действия подожди сейчас подожди я карту 10 активирую ончик что-то хотел спросить это выше спросить мне пофиг я карту 10 активирую другого игрока на один круг я защищаю помидорку химик у нас лаборатория тихо 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 а меня не могу себя защитить я все говорю если там чуть по-другому было бы написано было бы все так карта я могу защитить я сейчас помогу да спасибо больше это номер два или номер шесть вы будете действия свой используете линию он использовал а нет а не использовал хорошо номер два давайте открыть замок я могу использовать для нашей защиты замок это багаж замок номера номер четыре пожалуйста вот короче читая так смотрю у нас слишком много женщин я открываю в этом раунде я книжку если что положил мощь его возможно он там где-то 60 лет у меня подозрение у меня гонишь да я буду очень а вы карточку характеристику голосовать там чел здоровья не открыл леча карточку так-то помолчи я крутой друг они 10 лет алё там чел там на номер один не открыл номер четыре часа какого номер номер четыре вы какую характеристику до открывайте а то вы сказали против кого вы будете голосовать а какого характеристику вы что л любит собака типа женщина 35 товару это воли типа я воли а я помню какого характеристику вы открываете ли очень но нормально нормально алёву она не вообще слышит вы характеристик характеристик ли вы сказали против кого вы будете голосовать я это какая-то так номер пять женщина 35 а ну вот на такой нас для тебе где натурал номер шесть номер шесть по столу расскажу номер один не открыл здоровье он говорит что за рулетом не главное так это неправильно хумчик вообще малолетка 19 лет он вообще ничего не сможет сделать ими окей пускай остается я использую карту действия защитить другого игрока санэйты и открываю здоровья анорексия это цитирую психическое расстройство которое типа дает меньше но я типа меньше хочу жрать то есть я буду мало жрать и у нас еды нормально то есть нормально желудка могут быть и ты быстро сдохнешь да какая проблема желудка быстрее еще тебе 19 сдохнешь ты выживать не умеешь тебе 19 лет какая правда люди на пп сидят и мы траву только одну жрут и чё не сдыхают какое именно траву скажи пожалуйста анорексия это то же самое что это то же самое что и пп я просто меньше жру и все допустим не съем целый стейк килограмм а пол килограмма с ним я не сдохну это не смертельная болезнь и тем более это психическое чел может не вылечить он может не объяснить что надо жрать побольше если он останется нет на его кикаем а ты мне планирует мне пофиг мне я обгонят хочу 1 и 2 крутая психолог чел меня есть мир всех на первом слоте нет чел сидит на первом слоте и думать что психолог это все высший бог который гумиопатия типа я могу вас вылечить и сделать полами кучу очень крутой люди большинство людей не верят психологию поэтому это не картошкой и все здоров не 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 спросил у сказал что-то типа идет организм лучше типа сама вылечивайся типа он сам будет лечиться ну смотри я открыл анорексия полный бред защита другого игрока на один круг саната все я услышал всем давайте сейчас сейчас секунд но я запишу что там мужчина 30 б сейчас всем сейчас короче поменяться здоровьем будет отвечать так все карточка действия давайте хумчик что вы хотите минус одно место в бункере я уже сразу но я же вам говорил надо было раньше у нас не сколько у нас но вообще было изначально из-за того что 10 человек 5 а так 4 уже сайте мы выведем то карточка уберется не мнение не надо было раньше вы меня не слушай а он в конце голосования мог сделать это все равно но он бы не додумал 10 пожалуйста я что могу сказать мы с помощью нормальные люди мы натуралы с хумчиком нормальные люди он только что тебе не полностью 5 лет женщина крутой он убирает слот нормально 10 женщина 25 м это ваша карта до моей нижней чтобы я записал просто так еще раз карточка минус одно место в бункере это минус одно место это не кик чека это минус одно место а куда хумчик права а он так я зачитываю еще раз про каждого персонажа каждый для себя принимает решение против кого голосовать значит я напомню сейчас у нас раз два три четыре пять шесть семь человек нас остается только четыре то есть еще 3 надо вы так что вы в это время можете себе уже взять бумажки для голосования вот первый второй четвертый не взяли себе бумажки на голосование так первый игрок военный летчик женщина 40 лет занимается гемеопатией с собой нее есть противогаз и проходя курсы психолога номер два у нас геолог мужчина 19 н изучал боевые искусства умеет делать у кого лишь угодно с собой в багаже у него есть замок номер четыре это химик женщина 30 б из болезней гемофилия с собой у нее есть шахматы зажигалка любит шахматы играть и с собой зажигалка номер пять у нас вор женщина 35 значит спрей от насекомых собой есть боится воды росла в семье фермеров номер шесть у нас блогер с анорексией любит варить пиво собой у него есть пара раций знает пять языков 7 нас видео инженер мужчина 30 б любит выращивать растения у него нет фобии первому образованию биолог номер десять номер десять у нас автомеханик женщина 25 идеально здоров любит играть на гармошке и вообще он экстрасенс так экстра секс до голосование начинается пожалуйста это номер один это против вас проголосовали бумажку да я сходу сразу по очереди как-то очень так я против 6 голосу из-за того что я повторял и по смысл от пива он любит варить пиво но это не нашу будь варить пиво у нас нет хлеба будет но это не так что его выберут еще на сумке там нужно хлеб нам нужна вода а вот утратить на пиво как-то не очень а я умею делать именно веночке не едет вино у меня есть вино меня за где жить вино а значит это не значит иметь вино как мне пофиг ты скинешь еще пока вылетишь скинешь на нас атомную бомбу и пока это вино сюда принесешь она может и разлиться разбиться выпить это рядом они 5 5 шагов все так совпало первый брук не идти в кого вы голосуйте ваш бумажку то не положим точно вот так вот все спасибо вы против 6 я напомню пятый игрок он на этом кругу у нас на него карточка действия работает он него нельзя выгнать пятого я сразу на 6 так спасибо номер два номер 4 номер 4 для меня номер шесть и номер один сейчас у них есть бесполезный и например второго противогаз и пара рации такое они еще для меня одинаковые но он лесбиянка он с мужиком делать делать девятнадцать лет это кринжоли у нас есть 35 лет а вдруг он малолетний плюс еще брал место в бункере алё прием тебя не возьмут из-за этого поэтому ты сам себе место закрыл так военных ключиков не друг меня с плохим здоровьем это факт да конечно а ты покажи свое здоровье все без проблем не покажешь сразу все да 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 так пожалуйста я вижу четвертый сейчас проголосу я не положу да я жду я не верю и номер короче и резать и мертвые звезды они типа открыли и для меня выпали вот у меня сейчас выбор между первым и шестым шестой 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 второй 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 я хочу выезжать 2 слишком молодой для бункера и что я вообще я вообще вижу сговор там между первыми у нас есть 30 лет это нормально да 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 там в расцвете сил человек я его максим посасаю там в каком ты там в расцвете сил 19 лет лидерная война тебе ногу оторвало ты уже сдох да конечно это старик ему там маленький сделали все спит занесли и все какой со мной ты даже не сколько мне лет можно не может мне еще пятьсот лет может я вампир можно слово ведущим вот к сожалению или к радости номеру 2 но среди тех кто сейчас открыл свою биологию он единственный мужчина н нет единственный а кто-то не открыл сена не единственный мужчина 30 лет б это не забывайте те кто еще не открыли они не открыли значит они могут тоже быть это сразу да был хороший дабл чизбургер и вот поэтому тебя подозревают да мне кофе вы зациклены на одной только фигне блогер на секунду пиво вару я сделаю ставку на то что пиво вар он сидит 60 лет здорово проголосу за первого вот за шоу нет 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 номер пять вообще по столу объясняю мы не кикаем сто процентов четвертого игрока потому что это химик у нас есть лаборатория она изобретет что-нибудь надеюсь что что трапку трапку если сейчас еще что скажешь ты умрешь дальше у нас первый имеет замок при себе я 2 а это ты я за мой замок вот 2 он убрал одно место в бункере зачем непонятно напомню вы это все вы можете в книжечке читать здесь раз два три мужчина девятнадцать лет ничего не сможет делать это какой-то геолог который не учился на нормальную мужскую профессию он не сможет заниматься тяжелым трудом как мужчина 30 лет который у нас что у которого нет фобии вообще он жестко выращивать растения и биолог имба все у нас растения ты ничего сделать не сможешь выращивать растения дубы не хомчик хомчик расскажи вообще всю деятельность геолога что он должен делать без гугла я могу читать карточку катастрофы смотрите необходимая дополнительная химическая обработка почву у нас есть чел который я работал с нафе с фермерами у нас встречала у нас встречала номер геолог я голосую против 2 спасибо большое номер 6 без без комментариев сам проверить номер 6 голосует против номер номер 7 против кого вы голосуете против 2 спасибо большое номер 10 против кого вы голосуете выбор сейчас я все же склоняюсь к второму номеру спасибо большое так второй номер пожалуйста вскрывайте все свои оставшиеся карточки из чем мы поняли в этом это нет фобии идеально здоров и еще раз нет фобий 19 лет он просто менялась выкнули саму кто учила ему все было так и не тачки факты кстати не хобби идеально здоров а у меня вопрос к умчику почему вы эти качества не откро или что у вас не украли вы гений хок да он вообще гений который 19-летний вы его добить так все спасибо большое голосование заплачешь меня с кристаллом взорву дали он в тебя собирался стрелять поле успокойтесь тут игра не драка значит номер два сегодня я открываю последнюю карточку бункера который нам известно потому что у нас начинается пятый раунд на читатый раунд называется открывается карточка бункера с с информацией про то что у нас есть переносной генератор в бункере 6 вот такая химическая лаборатория мне кажется это так и можно рост растений для роста растений свет на гавайи так можно туда значит смотрите на 6 чек бункер у нас четыре места то есть в этом голосовании кикнуть на значит пожалуйста первый игрок до у кого будет максимальное количество голосов вот те и будут двоем кикаться вот например четыре голоса против 1 2 против 2 оба кикают значит номер один пожалуйста раскрывайте одну характеристику ну короче скорей всего вылетаю ну сразу летая потому что у меня рак легких на какой ну какой у нас айра рака не сказано скрыть что первым в любой момент упадет у космена чтобы украсть у меня пожалуйста а помидорка на меня гнала еще мир смотри я могу жить я могу жить но это нормально кому только люди живут уже свои 40 лет прожил все 40 лет рак легких скажу и проблемы птихнули типа если нет здоровья здоровьем значит ну да это правда но это разбился метам комарик вкусил в легкие все как он туда давай да номер четыре пожалуйста отзывайте пока блэкброуд откроет сколько ему лет я буду голосовать а тебе именно на сколько лет а ваши характеристика натурал гей скажи по честному тебе не года нужны а тебе пол нужно подождите я не услышал что она сказала подрабатывал али подрабатывал кем в театре рабочего не же обычно такие вопроса не услышал номер двух личные номер пять пожалуйста вы открываете характеристику комментарии вот там начала была жесткая губная гармошка я смогу поднес танцевать чтобы нам всем было весело потому что качество это качество хомби молчит и кикнутый он уже так спасибо 5 номер что позволение возьму кристалл апсидин так момент и сильно там помидорка сейчас наверное что-то в голове а что мне открывать помидорка у меня просто две карточки осталось пол и факт в смысле у вас будет мне кажется она съемка шоу возраст а вот я думаю фобиум меня мне кажется фобию не хочешь чтобы всякие кикнули у меня не кикнут у нас им чел с легкими сидит натурал нормально натурал я могу делать день не то что 19 лет который ничего не сможет делать секунду обычно все больные тишину нет еще раз какой-то вопрос на балкон на балкон на балкон указываем все у меня убивают и нафиг он щеките сейчас выведу отсюда полностью так еще раз какой был вопрос у номера 4 до скольки у нас лет это а 50 мужчина до 50 женщина до 40 ключи я вот как раз вот он в тяжелом труде если что пригодится так белый метро пара раций номер 6 спасибо большое номер 7 открывайте характеристику у вас осталось здоровье энергия на солнце имба у нас ядерная зима вообще может посрать так же самое как у меня анорексия то как а солнце же есть ядерная зима гений ты сиди номер 10 еще в бункере сидеть будем номер 10 у нас багаж и фобия остались кого я открою пожалуй свой багаж это капсула с ядом да так можно корпус рядом зарядить так алё 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 начинайте все все открыли свои характеристики теперь пожалуйста в центральную бочку верните все голоса и не 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 берите я вам я думаю наоборот одна чтобы осталось может быть в этом прикол зачем зачем мы выбираем людей а там открываются характеристики на чтобы уже даже даже после того как все откроют какая-то перестала закрытой да стойте верните все книжечки вот когда все вянули спасибо деревья каждому выдам по два голоса потому что мы двоих значит первому два четвертому два пятый шестой седьмой я зачитываю характеристики первой игроковой 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 у нас военный летчик женщина 40 лет и у нее есть трак легких занимается она гомеопатии у нее есть противогаз и проходя курсы психолога значит четвертый номер у нас это химик женщина 30 бм болезни и гемофилия любит играть в шахматы собой есть зажигалка и подрабатывает в театре пятый номер у нас вор женщина 35 л любит заниматься танцами спреет насекомых у нее с собой есть боится воды и росла в семье фермеров значит шестой игрок это блогер мужчина 50 лет с анорексией варит пиво с собой есть пара раций и не знаю 5 языков седьмой видео инженер мужчинам 30 бм аллергия на солнце занимается выращиванием растений у него нет фобии по первому образованию биолог десятый игрок это автомеханик женщина 25 лет на идеальное здоров и любит играть на гармошке капсула с ядом у нее с собой есть общая на экстрасенс все значит напоминаем все берут два голоса и голосуют а по их подождите патрик в одного голосовать два раза может нет вы за двоих разных ну кого вы считаете двух самых ненужных так первый игрок давайте все взяли на голосовую бумажку не взял я взял кто-то бумаг не вы давайте 1 1 3 во-первых он блогер типа смысл от него будет его ходить с камерой типа что-то образовать то нахуй нужно во-первых ему в 50 лет а во время сакса сразу сдохнет смысл от него анерексия ну анерексия он же жрать не будет но уже старый он будет не хотеть жрать но все раздохнет скоро это ответить да варить пиво с чего варить пиво типа чтобы всех напомнить и все сдохли нет тогда не нужно пара рации ну пара рации нормально типа я забродну фу я думал сейчас еще это обосрёт я сказал а она разряжена просто так просто всю карточку меня обосрал у нас есть аккумулятор у нас гегератор то есть гегератор не раскрыл мало ли там боится 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 таких людей как и запись языков языков это смысла нету вообще нету тем более смотри языки мало ли это не типа язык типа как говорить а маленько языков типа язык типа я вас и против шестого и против афиг запись в кого еще а ну да ну красави меня в двойку не 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 в двоих разных надо голос акушу ну давайте мертвых звезды спасибо большое а подожди в кого это голос десятого сейчас 6 10 значит номер 4 вы голосуете и короче самый сейчас для меня бесполезный номер один 4 6 может там годик дать себе на свое поэтому я голосую в чей-то первый и так как меня никто скорее всего не проголосует за себя чтобы отдать голос просто ты можешь голос убрать чтоб мы не думали что в тебя голосу вы два голоса должны использовать я могу против себя голосовать или что нет нельзя против себя номер четыре пожалуйста кого вы еще голосуйте ну двоих выбирайте против 6 давай он смысл от него нет я просто возьму ягерку и на стену номер четыре вы седьмого голосовали вы осознаете это угроза бумажку не что сказал что 6 нормальный вроде вроде нормальный номер четыре какой ваш финальный результат а я так и сделала как осталось все спасибо номер 5 я кидаю в первую и в шестую помните а если у всех будут равные очки то ну косвали номер 6 ваше голосование номер 6 сорян брат я проголосовал в 1 и в 10 спасибо большое но это задумайся он против тебя голосуют номер 7 да мне просто некуда голос кидать мы все равно его не кикаем таки такими вариантами у меня не пить его просто виние полгода номер 7 алёру центральную бочку и ничего 7 он пишет наверно 1 и на 10 а у нас проголосовал он давно 4 6 вы серьезно будьте номер 10 ваш пункт этого хуины каши 1 и 5 я сохранил голосование ничего у меня первый вопрос к мертвые звезды а почему он проголосовал против 5 если он мог против 6 чтобы у него был шанс хотя бы на 2 турбова все я сохранил он типа тикается ночью не додумался но первый раз играем в такое честно голосование открывает 10 открывайте свои оставшиеся и последнем было нет не было фобий и я мог всем перерасдать здоровым биологи а ну вы пользуетесь вот просто если бы сейчас использовался перед голосом еще было бы ну я боюсь за а теперь все кто выжил то есть это номер 45 я бы топила за 5 но у него и спрей от насекомых у меня фобия боязни нет 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 генетическая болезнь это если вот у мамы у папы какая-то вообще есть болезнь вот я надеюсь у него есть карточка а уже поменялся но он уже поменялся да ну не ладно фанайзер давай пятюню нормально у нас я могу сказать деды что у нас выжил а потрясающий группу номер четыре химик который вспомнила лаборатории не я просто не то кто остался номер 4 у нас остался его у него есть потрясающая профессия химик которую он использовал в лабораторий который есть в бункере вот номер пять конечно до болезнь открылась да с номером 7 у них была тусовка и у них есть там прогресс по поводу жесткие белки по растениям вот номер шесть ну номер 6 вы скажете чем вы помогли бункеру сами конечно скажу а ну парой раз сварил пиво сварил пиво сварил ладно как минимум дал семя и и продолжил урод подождите а кому только химика изобретает из ничего ингредиенты для пива он варит пиво как бы все ясно все все кто выжили в бункере не все успешно то есть побед победа потому что остались и химики и те которые занимаются выращивание при этом остались сдох да и при этом есть и мужчина и женщина то есть все по кайфу вот ну то есть в конечном результате бункер все успешно все лайк